Владимир Владимирович, логично будет начать наше интервью с вопросом о том, что для Беларуси значит проведение сегодня форума европейских и азиатских медиа. Мы очень рады, что у нас в Минске проводится такое мероприятие, поскольку форум является действительно представительным. Здесь собрались руководители средств массовой информации, журналисты, известные медиа-эксперты со всего СНГ, стран Балтии, Грузии. И, конечно же, проведение вот такого форума, на котором будут обсуждаться вопросы евразийской интеграции, вопросы очень многие профессиональные, того, как в дальнейшем жить средства массовой информации. Мы прекрасно понимаем, что многие вопросы для постсоветского пространства не актуальны для всех СМИ, поскольку у нас общее прошлое, у нас схожая, так скажем, экономическая ситуация, схожая в некотором смысле ситуация технологическая. И поэтому, конечно же, профессиональные проблемы, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации России, Украины, Казахстана, Беларуси, стран Балтии, они во многом схожи. Поэтому обмен опытом, поэтому дискуссии, обсуждение этих проблем, выработка каких-то решений, это все для наших стран, для наших средств массовой информации очень важно. Поэтому нам видится, что форум, который проводится в Минске в этот раз, он тоже даст такой новый импульс, даст такой хороший стимул для дальнейшего развития. Как белорусских средств массовой информации, так и средств массовой информации всего постсоветского пространства, так и даст новый стимул для нашего сотрудничества и такого общего взаимовыгодного развития. На ваш взгляд, какая основная проблема является общей для всех стран участниц этого форума сегодня? Я имею ввиду для СМИ этих стран, конечно. Это то, что, мне кажется, очень важным является то, что сегодня происходит такая технологическая революция, очень быстро развиваются средства массовой информации. Вот как уже было сказано, поэтому СМИ должны адаптироваться к ней безусловно. И, наверное, то, что, ну, как говорил один из докладчиков, СМИ потеряли монополию на информацию, ну, здесь можно подискутировать, наверное, потому что, наверное, и раньше у СМИ сложно сказать, была ли уж такая абсолютная монополия на информацию. Всегда есть определенная социальная среда, это не обязательно СМИ, которая генерирует либо пробует информацию. Но, понятное дело, что средства массовой информации в условиях технологического развития, такого стремительного развития массовых коммуникаций, такой ситуации, когда, скажем, каждый человек имеет доступ к информационной среде, в том числе такой, которая является интернет, которой являются социальные сети, он может активно участвовать фактически в генерировании информации, то есть он становится и субъектом информационного поля. И, понятное дело, что вот в этой ситуации, эта ситуация новая для СМИ, поэтому средства массовой информации надо и технологически, и, конечно же, содержательно быть готовым находить какие-то новые формы, чтобы быть конкурентными, чтобы быть востребованными той информационной средой, которая сегодня складывается. Вот, наверное, это и есть такая основная проблема, как сделать так, чтобы сегодня средства массовой информации в условиях очень такой динамичной информационной среды, которая сегодня есть, оставались конкурентными, оставались востребованными, создавали тот продукт, который сегодня востребован обществом, востребован аудиторией. А чем белорусские СМИ могут похвастаться в рамках этого форума? Я хочу сказать, что белорусские средства массовой информации, они также развиваются динамично. Мы абсолютно не отстаем от тех тенденций, которые сегодня есть. Об этом свидетельствует и то, что в Беларуси пользователями интернета на сегодняшний день является уже более 6 миллионов человек. То, что в Беларуси достаточно активно идут процессы внедрения цифрового телевидения, идут процессы, так скажем, новых форм, развития новых форм передачи информации. Это IP-телевидение, это интернет-телевидение. Если мы возьмем печатные средства массовой информации, то здесь также в последнее время сделан такой достаточно большой рывок. У нас уже даже каждая районная газета имеет свой интернет-сайт, и сейчас очень важно, чтобы эти интернет-ресурсы также были востребованы, поскольку, скажем, конкуренция не только на общереспубликанском, общегосударственном информационном рынке, но и на медийном поле каждого из районов она также растет. Туда идет кабельное телевидение, туда идут какие-то интернет-ресурсы, как государственные, так и негосударственные. Поэтому наши СМИ, они не остаются в стороне от этих технологических процессов. И хочу сказать, что если мы возьмем какие-то количественные показатели, то у нас сегодня зарегистрировано порядка полутора тысяч печатных средств массовой информации. Кстати говоря, государственных из них только 400. У нас зарегистрировано более 270 электронных средств массовой информации, то есть рынок развивается достаточно насыщенно. Плюс Беларусь это открытое информационное пространство, у нас распространяются более 4 тысяч зарубежных СМИ. Вот в этих условиях наши СМИ выживают, так скажем, достаточно успешно. Если мы возьмем, допустим, сегмент массово-политической прессы, то общий разовый тираж наших ведущих республиканских газет – это более 800 тысяч экземпляров. Ну, сюда же включим и ведущее ведомственное издание. Общий разовый тираж региональной прессы, он уже сегодня превышает более 900 тысяч экземпляров. То есть у нас такая ситуация, несмотря на такое очень быстрое и мощное развитие интернета, у нас, в общем-то, печатные СМИ, как республиканские, так и региональные, смогли сохранить свою аудиторию. Ну и, наверное, это во многом делается тоже за счет того, что тот контент, который сегодня есть, он, в общем-то, остается востребованным. Хотя хочу сказать, что, конечно, здесь, в нашем СМИ тоже нужно, может быть, где-то более быстро трансформироваться, более, так скажем, уделять внимание вот этим вопросам адаптации к работе в новых условиях. В том числе, наверное, здесь очень важно, чтобы в печатных средствах массовой информации более, может быть, как-то активно развивалась аналитика, развивались крупные жанры. Потому что все мы понимаем, что, вот, скажем, та тенденция разделения сфер влияния, то есть новостной контент, какой-то интерактив, он идет в интернет, в печатных СМИ остаются крупные жанры, остаются, так скажем, те материалы, в которых, вот, ну, должна быть обязательно, наверное, выверенность, точность суждений, глубина суждений, аналитика именно это будет в будущем привлекать читателя. Но, повторюсь, если взять вот ситуацию на медийном поле в целом, то белорусские средства массовой информации сегодня, считаю, ну, развиваются также достаточно успешно и интересно и осваивают те тенденции, которые будут. Вот, в числе этих тенденций, скажем, то, что на сегменте государственных печатных СМИ у нас создаются укрупненные информационно-издательские структуры, это тоже такой процесс укрупнения, который будет, так скажем, вести к тому, что появится возможность концентрации творческого потенциала, информационного потенциала, наверное, больше возможностей для выпуска мультимедийного продукта, то, что сегодня также является, ну, наверное, не только отдаленной перспективой, а фактически уже и делом самого ближайшего будущего, да и, наверное, сегодняшнего дня, потому что, ну, еще одной такой важной тенденцией, на мой взгляд, является конвергенция, интеграция видов СМИ, да, когда, скажем, и интернет, и печатные СМИ, и, наверное, какой-то телевизионный контент, они все больше и больше, так скажем, интегрируются между собой, наверное, для той же редакции печатного СМИ, особенно если это крупные печатные СМИ, сегодня очень важно развитие интернет-ресурса, который будет представлять, в том числе, какую-то мультимедийную продукцию, в том числе, может быть, и телевизионную, распространяемую через сеть интернет, ну, естественно, для любого печатного средства массовой информации сегодня очень важно иметь мощный и востребованный, такой динамичный, хороший интернет-ресурс. Без этого сегодня, я уже сказал, с учетом того, что большая половина взрослой аудитории является, скажем, Беларуси таким, ну, уже, наверное, достаточно устойчивым даже пользователем интернета, без этого сегодня, конечно, нельзя. Вы упомянули вот это самое укропнение, наверное, один из самых нашумевших планов, это создание медиахолдинга на базе в Советской Беларуси. На ваш взгляд, в будущем году он станет реальностью? — Планируется создать такую укрупненную информационно-издательскую структуру, для чего она создается? Для того, чтобы действительно, так скажем, сконцентрировать потенциал, для того, чтобы избежать, наверное, определенного дублирования, которое сегодня имеет место быть среди, ну, в отдельных, так скажем, темах, проблемах, в отдельных моментах работы ведущих государственных изданий. Это даст возможность сконцентрировать потенциал и даст возможность, так скажем, большей сегментации тематически и сегментации, соответственно, читальской аудитории. Запланировано то, что в следующем году эти процессы пройдут, этот, ну, можно его называть, медиахолдинг будет создан и начнет свою работу. Хочу подчеркнуть, что вот при создании этой структуры речь не идет, наверное, о каком-то таком сокращении либо сужении информационного массово-политического поля, речь идет о концентрации, о повышении эффективности работы, о том, чтобы средства массовой информации, которые будут выпускаться вот на базе этой укропненной структуры, а базой избрана редакция газеты «Советская Белоруссия», чтобы они были интересными, чтобы они были востребованными. Здесь, опять же, вот ниша и для выпуска мультимедийного продукта, поскольку сконцентрируется творческий потенциал, сконцентрируется технологический ресурсный потенциал, то есть больше будет во всех смыслах возможности делать вот такой вот интересный, современный и востребованный продукт. То есть планируется создание такого полноценного конвергентного СМИ? Ну, это СМИ будет, естественно, базироваться, так скажем, поскольку туда войдут в состав этого объединенного учреждения, объединенной информационно-издательской структуры, печатные СМИ, естественно, это будет как основа это выпуск печатных средств массовой информации. Ну, естественно, поскольку сегодня уже без этого нельзя, то я думаю, что будет принципиально, так скажем, на более высоком качественном уровне, в том числе и работа по развитию интернет-ресурса, безусловно, это какой-то мощный информационный портал, ну и, конечно же, по выпуску мультимедийного продукта, поскольку, еще раз повторюсь, ну это важное такое перспективное направление работы, и, конечно же, у мощного средства массовой информации. Если мы посмотрим сегодня на какие-то аналоги, которые есть в мире и на Западе, и в России, то это, ну, одно из таких важных направлений деятельности, безусловно, оно будет и у нас. Беларуси в 2013 году предстоит очень важный этап развития электронных средств массовой информации. Мы начнем отказываться от аналогового вещания. Представляется мне, что процентов 80-90 населения страны с трудом себе представляют, что это значит. И жители Могилевской области 1 августа 2013 года, когда они увидят сигналы по своей привычной антенне, несколько испугаются, какая работа планируется Министерством информации в сотрудничестве с другими заинтересованными ведомствами по информированию населения и подготовке вот к этому самому переходу. Ну, я хочу сказать, что эта работа уже идет. Потом, если мы возьмем вот аудиторию, то вопрос ведь в чем? Уже сегодня большая часть, скажем, тех людей, которые принимают телевизионный сигнал, это жители городов, крупных городов, они принимают его в кабельных сетях. То есть для вот этой части аудитории существенных каких-то изменений не произойдет. То, что касается эфирного телевидения, безусловно, здесь ситуация изменится достаточно кардинально. Вот, кстати, то, что касается августа 2013 года, там речь идет об Осиповическом районе. Он первым перейдет на цифровое вещание. И там получится, что если сегодня многие люди имеют возможность смотреть там один, два, три канала, то завтра это будет 16, если это, допустим, второй мультиплекс, да, если третий, то 24, то есть 8. Первый бесплатный соц, да, второй 16, 30, 24. То есть ситуация, скажем так, на информационном рынке, вот, она, ну, изменится достаточно кардинально. У людей будет возможность большого выбора телеканалов. То, что касается информирования, ну, эта работа, честно скажу, ведется, если вы знаете, то и проходит с регулярностью пресс-конференции. Ведется работа по информированию о, скажем, тех технологических аспектах, которые будут сопутствовать переходу на цифровое вещание, то есть о приобретении соответствующего оборудования, там, приставок к телевидению и так далее. Ну, население информируется. Естественно, что к моменту перехода заблаговременно эта работа будет еще более усилена в связи с тем, что, ну, чтобы люди, особенно, в том числе, наверное, будем работать как-то и адресно по тем регионам, которые, так скажем, будут планироваться переходы в те или иные временные рамки, чтобы они имели возможность еще раз все подготовиться к этому, ну, достаточно такому, так скажем, важному мероприятию, которое, повторюсь, для тех, кто получает телевидение эфирное, ну, изменит информационную картину. Планируется старт Беларусь-3, телеканала Беларусь-3 в будущем году. Хорошо, давайте тогда по печатным. На ваш взгляд, печатные СМИ на сегодняшний день удовлетворяют интересам своей аудитории? И каким образом меняют эти самые запросы? Ну, здесь можно ответить и с одной стороны, да, об этом свидетельствуют тиражи, об этом свидетельствует и подписка, и розничное распространение. А с другой стороны, понятное дело, что запросы аудитории сегодня, вот в связи с тем самым, о чем мы говорили вначале, с, так скажем, очень быстрым развитием информационного пространства, технологическим развитием они растут. И зачастую в ряде случаев средства массовой информации, в том числе печатные, наверное, как немножко республиканские, так и региональные, в некотором роде запаздывают. Например, мы можем видеть такую картинку, что, скажем, сегодня среди печатных средств массовой информации, популярность их у молодежной аудитории, ну, всех, наверное, печатных средств массовой информации, она достаточно невысока, да, сегодня молодежь черпает информацию из интернета, ну, частично из теле, скажем, обещательных средств массовой информации. Вот здесь вот, конечно, необходимо печатным СМИ находить какие-то такие ниши в своей работе, какие-то направления, которые могли бы усилить эти вещи. Вот, например, возьмем для примера те же региональные средства массовой информации. Сегодня у абсолютного большинства районных газет, с учетом, так скажем, численности населения районов, тиражей достаточно высоки. То есть в среднем в республике одна газета приходится, наверное, на 8-9 человек региона, у нас есть масса регионов, где одна газета приходится на 5-6 человек. Значит, с другой стороны, мы сегодня прекрасно понимаем, что информационное поле многих районов, оно сегодня, скажем так, недостаточно конкурентное, то, что конкуренция это в ближайшее время очень сильно вырастет. В район идут кабельное телевидение, в район идет интернет. Сейчас, вот, скажем, Беларусь вступила в единое экономическое пространство, фактически начинает работу по нормам ВТО, что также может привести к тому, что, скажем так, на нашей территории, на нашем информационном поле более активно будут работать средства массовой информации наших партнеров ПЭП, ну, прежде всего, понятное дело, Российской Федерации, и в том числе многие, некоторые СМИ, скажем, это, прежде всего, наверное, СМИ электронные, вот, и с учетом реализации проекта по внедрению цифрового телевидения, все это конкурентную среду, информационный рынок изменит, в том числе и в районах. И вот тогда, вот, скажем, работа только на старом потенциале, отчего греха таить, что многие, ну, прежде всего, наверное, это касается региональных СМИ, некоторые из них в основном работают на старом потенциале, не в полной мере и в некоторых случаях очень незначительно задействуя какие-то новые условия, новые форматы, вот этого будет уже недостаточно. И, скажем-то, аудитория, молодежная аудитория, аудитория людей среднего возраста, она вот в этих условиях, условиях такого резкого усиления конкуренции на информационном рынке регионов может быть потеряна. Поэтому очень важно здесь, вот, скажем, ну, как-то по-новому взглянуть на свою работу, что прежде всего касается, наверное, работы в сети интернет. И, кстати говоря, вот с этой целью Министерство информации проводит такую работу по созданию портала белорусских СМИ, которая будет не только единой точкой входа в, скажем так, информационное пространство, но и такой, в том числе, самостоятельной редакцией, которая будет оказывать металлогическую помощь региональным СМИ, прежде всего в контексте работы их в интернете, которая будет вести какую-то аналитическую работу, которая станет такой, в общем-то, базой и площадкой для работы, ну, прежде всего для региональных СМИ, для их обмена опытом, для повышения эффективности их деятельности. Поэтому, ну, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, безусловно, резервы есть, и, наверное, работать по многим направлениям, особенно направлениям, касающимся вот такого вот технологического сегмента работы в сети интернет, сегодня нашим СМИ предстоит более активно, и это, в общем-то, ну, не просто какие-то слова, это та насущная потребность, которую диктует сегодняшний день, и мы это, в общем-то, видим по работе средств массовой информации, в том числе и наших зарубежных коллег, которые, ну, в этой среде некоторые уже, так скажем, работают, наверное, на, скажем так, большем уровне глубины адаптации, и нам необходимо достаточно серьезно продвигаться именно в этом направлении, не теряя времени, не теряя темп. Что делается сегодня для того, чтобы завтра региональные СМИ не остались за бортом из-за того, что не умеют правильно позиционироваться в интернете, не умеют правильно работать и с этой аудиторией, и не умеют создавать конвергентные СМИ? – Хочу сказать, что мы вообще, вот, в последнее время уделили достаточно много внимания вопросам повышения кадрового потенциала региональных средств массовой информации, потому что, ну, совершенно понятно, что это также проблема достаточно острая, потому что, скажем, освоение новой технологической среды, освоение каких-то профессиональных навыков, оно невозможно без соответствующего кадрового потенциала. Для регионов это, ну, в ряде случаев является, прямо скажем, проблемой, и поэтому мы совместно с управлением медиалогической работы вот в последние годы внедрили такую целую систему. То, что касается повышения квалификации, оно осуществляется как на базе Академии управления при президенте Республики Беларусь, там учится руководящий состав. В Институте журналистики мы фактически охватили повышением квалификации, ну, не побоюсь этого слова, наверное, большую часть работников региональных средств массовой информации. Теперь задача сделать это повышение квалификации, скажем так, более еще актуальными востребованными, потому что понятно, что среда меняется, да, соответственно, учебные программы, это же касается, кстати говоря, подготовки студентов, и программы повышения квалификации должны меняться с тем, чтобы не отстать вот от тех трендов, которые сегодня есть в медийном пространстве, в том числе и по региональным средствам массовой информации. Это вот такой первый аспект. Второй, что совместно с областполкомами, органами местной власти мы, в общем-то, осуществляем такую достаточно серьезную поддержку в плане технического переоснащения редакции местных средств массовой информации, потому как совершенно понятно, что, опять же, внедрение каких-то новых форм работы, в том числе технологических, оно невозможно без соответствующей базы. Это компьютерная техника, это фототехника, ну, налажено такое достаточно своевременное обновление, что дает возможность редакциям работать сегодня на достаточном технологическом уровне. Ну и вот то, что касается работы с интернетом, здесь мы даже совместно с Минтруда и Судзащиты ввели такую должность, она называется редактор интернет-ресурса, то есть теперь в каждой газете может быть специально введена должность человека, который будет заниматься исключительно сайтами издания, исключительно продвижением издания в сети интернет. Ну, это вот такие вот организационные моменты, которые мы делаем, ну и, конечно же, мы стараемся постоянно проводить учебу, постоянно проводить какие-то вот семинары. Вот совершенно недавно у нас прошел семинар пресс-секретарей, и впервые на него пригласили не только пресс-секретарей органов госуправления республиканских, но и пресс-секретарей из регионов, с тем, чтобы люди также могли обменяться опытом, подискутировать, поучаствовать в мастер-классах специалистов и медиаэкспертов. Думаю, что эту работу будем также активно продолжать. Совершенно недавно провели тоже в ноябре месяце в Гомеле первый белорусско-российский форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее», где выступили тоже интересные медиаэксперты, в том числе очень активно обсуждались вопросы деятельности СМИ в контексте интернет-пространства, в контексте интеграции с социальными сетями. И вот на этот семинар мы пригласили молодых журналистов, были делегации из всех областей республики, то есть, скажем так, основа слушателей от Беларуси, а были также молодые журналисты из Москвы, из союзных СМИ, из Брянской и Смоленской областей. Делегации белорусские в основном составляли региональные СМИ, потому что мы прекрасно понимаем, что это те люди, которые будут завтра формировать, в некотором родине уже сегодня формируют это информационное поле, это те люди, которые будут работать завтра в региональной прессе, те люди, которым осваивать вот те самые новые технологии, о которых мы говорили. В завершение спрошу о том, какие знаковые события на медийном поле ожидаете вы в будущем году? Ну, в будущем году у нас будет целый ряд таких знаковых медийных событий. Я хочу сказать, что, наверное, сегодня можно говорить уже о таком сформированном комплексе мероприятий. Это и выставка средств массовой информации в Беларуси, которая пройдет совместно с выставкой ТИБА. Формат этот был опробован в нынешнем году. Это и, конечно же, белорусский международный медиафорум, который стал таким крупным международным мероприятием, крупной такой информационной коммуникационной площадкой для представителей медиа, для экспертов, для аналитиков, для политологов, который также состоится в Минске. Я думаю, что вот тот форум, о котором мы говорили, общий взгляд в будущее белорусско-российский молодых журналистов, он также станет ежегодным. Более того, может быть, будет расширен его формат, его содержательная составляющая. Будет у нас летняя школа журналистики стран СНГ. Будет целый ряд иных мероприятий международного, республиканского уровня. Я думаю, что вот, скажем, те обучающие семинары, которые сегодня достаточно активно проводились по самым разным тематическим направлениям, и, скажем, для пресс-секретарей, и для журналистов, и для представителей органов государственного управления, для представителей экспертного сообщества. Мы эту работу, я думаю, будем только вести более активно и расширять, с тем, чтобы была возможность для постоянной вот такой вот дискуссии, такого постоянного, наверное, обсуждения актуальных проблем развития медиапространства. Потому что медиапространство не стоит на месте, все меняется очень быстро, и поэтому в таком вот обсуждении, в осмыслении всех этих процессов, в том числе с привлечением к этому наших зарубежных коллег, прежде всего, конечно же, из Российской Федерации, Казахстана, Украины, есть такая большая потребность, и мы намерены работать в этом направлении. Продолжение следует...